итак доброе утро дорогие друзья доброе утро hello good morning шалом мы начинаем урок традиционный урок торы давайте кто сейчас нас кто первый зайдет или столько сразу желающих что фейсбук не успевает справиться сайт макаев шалом всем класс дёрли ним не вот это вот очень приятно начинать день одинаково с изучения торы прям фундамент дня фундамент дня как говорится сделал дело гуляй смело все потом шаббат сейчас месяц и луль у нас месяц и луль это месяц когда мы все очень близки к богу мы все очень близки к богу и бог близок нам и вот сейчас как раз самое самое время усилиться усилиться в изучении торы в служении богу в в выборе духовности то есть все время делать выбор что для него важно что для него приоритетно что для него является ведущими ценностями которые определяют его решение то есть очень важно вот этот вот главный выбор да или ты двигаешься в сторону бога духовности или ты двигаешься в какую-то другую сторону и интересно что есть в росшишна есть на молитва и там есть такие слова или как сыновья или как рабы так это тоже выбор когда тоже выбрал служить богу то ты служишь или как раб когда когда ну то есть ты понимаешь что что делать должен должен или ты служишь как сын который радуется и получает удовольствие от того что может сделать приятное отцу вот это вот тоже уже знаете все время выбор остается и мне помнится такое есть определение равдеслер был такой велик и раввин и он говорил что у человека все время происходит как линия фронта до внутри борьба между добром и злом и эта линия фронта все время двигается то есть у самого там бандита какого-нибудь у него тоже есть борьба насколько он тонкого то оставил живых тонкого то там я не знаю кому-то деньги дал помог кому-то и так далее то есть у него тоже идет внутри борьба линия фронта между добром и злом и у раввина какого-нибудь такого цадика праведника у него тоже идет борьба он плохо себя чувствует и он думает что важнее помочь кому-то или же или же отдохнуть и он тоже побеждает вот это свое лень лента у всех есть да вот это злое начало побеждает то есть у каждого человека есть внутренний вот этот выбор вот сейчас месяц и луль как раз время когда каждый шаг который ты делаешь направлении бога он но встречает очень большую помощь и поддержку с неба хорошо все двигаемся дальше мы изучаем пирте вот 4 глава и сегодня у нас мишна мишна 14 в каждом в разных изданиях они идут под разными чит номерами но в общем сейчас я когда скажу кто ее сказал так вы легко найдете если у вас есть текст а текст вы можете брать с любого урока у нас же есть текст оригинальная перте вот сказал рабби не ура и рабби неурай умер неурай это на рамском языке светящий неурай это нора это как свет сказал рабе светящий и говорят наши мудрецы комментаторы что это неурай это второе имя раби мэйера араби мэйр мэйр это мэйр это тоже светящий только на иврите то есть его звали на иврите Мэйр светящий и на арамейском Раби Неорай, тоже светящий, дающий свет. И он говорил, Аве голе лимаком Тора. Значит, Аве голе, Галут, это слово такое, значит, Галут, вот мы сейчас находимся в Галуте, в изгнании, да, то есть дословно это переводится, отправляй себя как в изгнание вместо Торы. Сейчас мы разберемся, что это он имеет в виду, как можно себя отправлять в изгнание вместо Торы. Вальту марши и того ахарейха, и не говори, что Тора, она придет за тобой. Шехавереха и каймуа баядеха, что твои друзья ее установят в твою руку, передадут тебе эту Тору в твою руку, вэ аль бинатхо аль тишеэн. И на свою бину, на свою сообразительность, на свою логику не опирайся. Вот он сказал нам несколько вещей. Давайте разберем, за что он имел в виду. Ну, смотрите, каждый человек, его жизнь, она делится на три главных, три главных направления. Одно направление это изучение и приобретение новых знаний и новых навыков. То есть каждый человек, он живет в том мире, о котором он узнал от других людей и продолжает узнавать. То есть мы все время узнаем что-то новое, что-то там смотрим в интернете, что кто-то уроки Торы смотрит новые в интернете, кто-то смотрит сериалы новые в интернете, кто-то новости смотрит в интернете, новая, да. И мы все время загружаем в себя какую-то новую информацию. То есть это первая часть жизни, она называется обучение. И обычный человек, он это обучение не фильтрует, он как бы целенаправленно не учится уже во взрослом возрасте. И у него просто идет поток, он думает, что это случайный поток, но в современном мире нет случайного потока, ему в башку грузят специально обученные люди те новости, те знания, те куски информации, которые им заказали. Потому что все СМИ, весь интернет и так далее, все работает по определенным алгоритмам, по определенным законам и все должно приносить деньги. Поэтому обычный человек, он живет, ему просто в голову вот так конкретно грузят, что он должен думать, куда он должен идти, что он должен покупать, как он должен относиться к разным вещам. Идеология, пропаганда. Некоторые люди говорят, стоп, секундочку, моя голова это моя голова, и я выбираю учиться, я хочу сам выбирать, чему я хочу научить себя. Я хочу выбрать ту информацию, которую я хочу вставить себе в голову. И это называется обучение. Теперь некоторые люди, они говорят, секундочку, я могу обучиться чему угодно, я могу обучаться профессиям, я могу обучаться наукам, но я же могу обучиться Торе. Тора это то, что Бог сказал, то есть я могу получить божественное знание, и я тогда узнаю вообще, что Бог создатель мира, вообще что он хотел сделать, зачем, почему и так далее. И тогда человек начинает учить Тора. Тора это Тора, человек начинает учить Тору, и, значит, это изучение Торы. Тора свет, Ор, Неорай, Мейер, это все однокоренные слова. Интересно, что тот, кто это сказал, Раби Мейер, его как бы имя, оно того же корня, что и Тора. Хорошо. Теперь вторая часть жизни, это достижение, достижение результатов, стремления к целям. Значит, когда у человека в голове появляются какие-то идеи, дальше он начинает эти идеи реализовывать. Это очень интересно. Весь мир бегает с одной целью, у всех одна цель. Заставить, чтобы мир, реальность совпадала с ожиданиями. То есть у каждого человека есть какие-то ожидания. Вот кто-то об одном мечтает, кто-то о другом, кто-то одно хочет, кто-то другое. Кто-то одно хочет, кто-то другое. Но в принципе все люди, они бегают за одной целью, они хотят получить то, что они себе придумали в голове. И хотят убежать от того, что они боятся, чтобы произошло. То есть эта вторая часть жизни, она называется достижение результатов. Достижение результатов. То есть если перевести все это в одно уравнение, то человек что-то придумал и хочет, чтобы оно сбылось. Понятно? А если он это не придумал, а ему это показали, реклама, то тогда получается ему показали картинку, он эту картинку схватил, как бы проглотил крючок, дальше у него есть картинка, я хочу быть вот таким. И он бегает и пытается заставить реальность впихнуться в ту картинку, в свою идею. Третья часть жизни это эмоциональное восприятие себя и того, что происходит. Это получение радости, да, получение радости от жизни. То есть обычно, когда человек догнал ту картинку, за которую он гнался, он на какое-то время испытывает всплеск радости. А если он не догнал картинку, если жизнь не вписывается в его ожидания от жизни, тогда он испытывает скуку, раздражение, гнев, ну и так далее. То есть понятно, да, это общая картина. Теперь Раби Неурай, он обращался к тем, которые осознали важность Торы, важность учения, важность изучения божественной реальности и божественного знания. И он им говорит, «А вы голели маком Тора». То есть ты не просто должен идти вместо Торы, ты должен, даже если это сопряжено с трудностями, даже если это как галут, как изгнание, но ты не можешь находиться в месте, в котором нет Торы, потому что с тем поведешься, от того и наберешься. Люди вокруг, они на тебя влияют. И как бы то ни было, он говорит, «Иди даже в изгнание вместо Торы», то есть приложи усилия, даже если это тебе будет стоить деньги, даже если тебе это будет сложно, но ты должен стремиться попасть в место Торы, где живут мудрецы Торы, для того, чтобы находиться рядом с ними. И не говори «Вальту Марши и того Ахарейха», не говори, что Тора сама придет за тобой. В то время были такие центры изучения Торы, где жили великие раввины, и когда человек попадает в это место, то есть ученики шли учиться в эти места. Теперь Раби Нурай, он обращается к тем, кто хочет его услышать, и он говорит, «Послушай, иди сам учись к великим мудрецам». Не говори, что пусть идут другие учиться, а я от них научусь, и мне мои друзья принесут. Знаете, было как, один думает, «Ну что, пойду куда-то в Ешиву учиться» и так далее. «Пускай мои друзья идут, а потом они мне расскажут». Это похоже, как один, значит, еврей поехал на концерт, не поехал он на концерт, значит, встречаются два еврея, один другому говорит, «Вот, Мойша, я не понимаю этих людей, которые восхищаются Битлз. Вот я, говорит, просто их не могу понять. Ну, как может Битлз нравится кому-то, да, группа Битлз?» Тот говорит, «А в чем проблема?» Он говорит, «Смотри, они английские не знают, картавят, и у них слуха нет». Тот говорит, «Секундочку, а когда ты слушал Битлз?» Он говорит, «Да мне сосед напел». Мне вчера сосед напел их песни, так я понял уже про их творчество. Так это то, что говорил Рабин Эурай, он говорил, «Иди сам учиться вместо Торы, там, где сидят великие мудрецы Торы, иди учись у великих мудрецов Торы. И не говори, что друзья мои, они установят Тору вместо меня, они придут, мне перескажут». Есть еще один интересный момент. Есть люди, которые заключают друг с другом договор, как было у Яакова, про отца Яакова, было 12 сыновей. Там было два брата, Иссахар и Звулун. И Иссахар и Звулун договорились о том, что Звулун обеспечивает Иссахара. Иссахар сидит, учит Тору целыми днями, прям не выходит из шатра. А Звулун в это время ездит и зарабатывает деньги, занимается торговлей. И они делили и награду за Тору, и деньги, которые Звулун зарабатывал. Значит, такой у них был договор. И сейчас есть многие люди, которые считают так, мне Бог дает деньги, я зарабатываю. Я буду обеспечивать того, кто учит Тору, и награду мы поделим. Хорошо, хорошо, подписали договор, Иссахар и Звулун. Я когда-то, когда после того, как я учился в Яшиве, потом я работал в организации Талдот-Яшурун. И вначале я проводил уроки, а потом я начал ездить в Америку, и там я находил как раз для других, для других, тех, кто учит Тору целый день, я находил для них вот этих вот Звулунов. И прям, я помню, делали такие договора. Договора делали Иссахар и Звулун, прям с подписью, я там тебе плачу 1000 долларов в месяц, ты сидишь целый день, учишь Тору, и значит, вся твоя заслуга идет нам пополам. То есть, богатые многие люди так делали, но говорит нам Рабину Рай, не говоришь, что они принесут Тору тебе и установят ее в твоей руке. Награду за Тору да, но сама Тора нет. Это как, знаете, как вот, очень важный нюанс. Когда ты сам учишь Тору, то тут есть два аспекта. Есть аспект понимания, постижения, и ты как бы меняешься с помощью этого знания. И есть награда за изучение Торы, то, что это заповедь. Бог сказал учить Тору, и ты через это соединяешься с Богом и получаешь на небе бонусные баллы, которые потом можно будет реализовать в какое-то жизненное везение, там, успехи и так далее. Понятно. Так вот, когда Звулун, он обеспечивает Исахара, когда он дает деньги на тех, кто изучает Тору, он награду за Тору имеет, вот эти бонусы, но саму Тору не имеет. Потому что одно дело, когда учить, понимать и осознавать, а другое дело, когда ты даешь на это деньги, но у тебя у самого этого знания, осознания нет. И дальше он сказал, Раби Найрай, следующее. Вэ Альби Натхо Альтишеен. Это отрывок из Мишли. Не полагайся на свою бину, на свою сообразительность, на свою логику. Значит, когда человек изучает Тору, у него очень резко растет его интеллектуальное, интеллектуальное постижение мира. Бина – это умение делать выводы. И весь Талмуд, все изучение устной Торы построено на том, что изучается такая очень глубокая логическая связь разных элементов мироздания. Все построено на вопросах, на противоречиях, на логике, на спорах и так далее. То есть, невероятно развивается логика. Я могу сказать, что все мои достижения в жизни, вот последних лет, что я почетный профессор бизнес-школы Синерди, сейчас меня оформляют в высшую школу экономики, российскую, тоже профессором. Значит, но откуда все это взялось? Это все взялось только из-за двух лет в Яшиве, когда я научился изучать Талмуд. То есть, изучение Талмуда развивает мышление невероятно. Именно поэтому Раби Мейер сказал отрывком из царя Соломона, мудрейшего из людей, из книги притчи, он сказал, на свою логику не полагайся. То есть, когда ты уйдешь вместо Торы, когда ты будешь учиться у великих мудрецов, когда ты станешь сам великим мудрецом, он говорит, и не полагайся на свою логику. Как звучит этот отрывок в книге притчи, это третья глава, там написано так, Птах эляшем беколи беха, положись на Бога всем своим сердцем, валь бенатха аль тишейн, а на свою бину, на свою логику не полагайся. Почему? Потому что логика все равно это ограниченный очень инструмент. Миром управляет Бог. Понять, предсказать все последствия, все причинно-следственные связи не может ни один самый большой мудрец. Да, у мудреца есть преимущества. Он видит глубже, он прочитывает на несколько шагов дальше, а потом приходит какой-то человек с ломом и ломает все его схемы. Черный лебедь, назвал его Нисим Талиб, Нисим Талиб, это сейчас такой экономист, известный, очень популярный, он говорит, послушайте, все ученые, все вот эти вот статистики и так далее, все это рушится, пронаблюдайте. То есть, чем дольше идет какая-то тенденция, тем больше вероятность, что она скоро разрушится. Всегда думали, что есть только белые лебеди, пока не увидели черного. То есть, это нам сказал Раби Неврай, что все равно все зависит от Бога. Не полагайся на свою сообразительность, советуйся с мудрецами, углубляй свое понимание, но самое мощное средство воздействия на реальность это молитва. И если прет, то прет, а если не прет, то не прет. Все. И какой бы ты ни был умный, есть очень много умных, логичных людей, у которых ничего в жизни не работает. И есть много простых людей, которым прет. Почему? Все зависит от Бога. Давайте подведем итог, что сказал Раби Неврай. Я расскажу о нем еще несколько историй. Кто такой был Раби Неврай, потом подведем итог, а сейчас я расскажу про него несколько историй. Раби Мейер, он же Раби Неврай, он был один из самых известных учеников Раби Ативы. Он был потомок римского императора Нерона. То есть он был из принявших иудаизм. Его родители приняли иудаизм, и он сам был, значит, сын Герах, да. Значит, он был невероятного ума. То есть он, вот почему он сказал на свою логику «не полагайся», потому что про него известно, что его логика была просто невероятная. Никто не мог с ним сравниться, он знал всю Тору, наизусть, он просто был гений, гениальный, его в то время мудреца не было. И он при этом, он же и говорил, на логику не полагайся, потому что жизнь у него была очень тяжелая. Расскажу несколько аспектов из его жизни. Он был женат на Брурии. Была такая женщина по имени Брурия, которая, которая вошла в историю еврейского народа как одна из самых умных женщин. Она знала тоже всю Тору, она была невероятно умная, и, значит, но при этом, при этом ее папа, Раби Ханина Бентурадьон, его казнили мудрецы, его казнили римляне, он был один из десяти мудрецов, которых казнили римляне, включая Раби Ативу. И когда его казнили, его замотали в Сефер Тора, в Свиток Торы, и его, значит, сожгли. И он ей говорил, Брурия, дочка говорит, если бы меня без Торы сожгли, я бы еще бы как бы страдал. А Сторая говорит, я знаю, что хозяин мира, он, значит, знает, что делает. И, в общем, он умер. Брурия, она вышла замуж за Раби Мэра, и есть известная история, как, как-то в Шаббат умерло два их сына. Прямо в Шаббат. И Брурия, значит, пришел Раби Мэр из синагоги, она говорит ему, приготовила ему Абдалу сделать, он сделал Абдалу, значит, он говорит, а где сыновья? Она говорит, сейчас, сейчас говорит, а скажи, вопрос у меня к тебе такой, вот если кто-то дал тебе на хранение какую-то очень ценную вещь, и дал тебе на хранение, и ты этой вещью пользовался, но потом он пришел и забрал ее обратно. Надо ему отдавать обратно или не надо? Тот говорит, конечно, надо отдавать. Она спрашивает, надо расстраиваться или не надо? Он говорит, ну, а чего расстраиваться? Это была его вещь, значит, ты попользовался, порадовался, но это была его вещь, надо отдать и не надо расстраиваться. И тогда она подвела его к кровати, сняла покрывало, и там лежало два мертвых их сына, и она сказала, Бог дал нам это счастье, Бог забрал нас это счастье, но, значит, хозяин дал нам на хранение эту драгоценность, и хозяин мира забрал. Такая была умная женщина Брурия, и сам Раби Мэйр, он в конце жизни тоже ушел в изгнание, умер в Вавилоне, потому что за ним гонялись римляне. Интересно, что у Брурии была младшая сестра, которую римляне, они ее арестовали и забрали ее там, ну, в общем, очень в плохих она была жизненных обстоятельствах. И Раби Мэйр, он пошел и договорился с охранником, дал ему взятку, чтобы ее забрать. Значит, ее забрали, но охранник говорит, а если меня поймают, что делать? Сказал Раби Мэйр, скажи тогда, пусть Бог Раби Мэйра мне поможет. И все эти охранника арестовали, и когда его присудили к казни, его когда казнили, веревку уже надели на его шею, он сказал, пусть Бог Раби Мэйра мне поможет. И веревка порвалась. И вот опять другой веревкой. Он говорит, пусть Бог Раби Мэйра мне поможет. И опять, значит, веревка порвалась. Тогда его римляне начали пытать, что за заклинание ты говоришь. И он рассказал им про Раби Мэйра, и Раби Мэйра объявили в розыск. И Раби Мэйр, он убежал от римлян в Вавилон, и умер он в Вавилоне, но потом его перезахоронили, его могила находится в Твери, в Израиле. Но интересно, что это тот Раби Мэйр, которого называют Раби Мэйр Бааля Нес. Бааля Нес это хозяин чудотворец, дословно чудотворец. И в еврейском народе распространена такая обычая, можно сказать, это древняя обычая, 2000 лет. Я сам лично им пользовался, и у меня вот много раз были прямо чудеса, потому что он Раби Мэйр Бааля Нес. Раби Мэйр чудотворец. Значит, когда теряется какая-то вещь, вот, ну, например, был случай, ко мне приехали друзья, и на Хануку, и на Шаббат они остались. И потом им надо уезжать, и они говорят, а где ключи от машины? И никто не знает, где ключи от машины. Куда-то ключи от машины сунулись в какой-то ящик, там много детей, у них трое детей маленьких, все, нету ключей, вот вообще просто исчезли. А в чем заключается это средство? Нужно взять какую-то монету или какую-то, ну, какую-то бумажку, купюру для цдаки, положить ее в баночку для цдаки и сказать, вот пусть эта цдака, она идет в заслугу и для поднятия души Раби Мэра Бааля Неса, Раби Мэра чудотворца. А я, чтобы в заслугу этого действия, чтобы я нашел то, что потерял, это как бы средство для нахождения потери. И я помню, прямо вот так вот положили денежку, открыли какой-то ящик вообще непонятный, достали ключи. И где-то в моей жизни было около пяти раз, когда я находил вещи, которые вот у меня не было ни малейшего понятия, где они, я делал вот это вот, это называется сгула Раби Мэра Бааля Неса, Раби Мэра чудотворца и находил эти вещи. Хорошо, друзья, все, значит, давайте подведем итог. Раби Мэр говорил, иди в изгнание за Торой, то есть чем ты больше прилагаешь усилия, изучая Торы, тем больше будет Тора к тебе открываться. Не говори, что друзья твои ее принесут в твою руку, значит, ты сам должен свои постижения, достижения в Торе, ты должен сам заработать. И именно заработать трудом, своим трудом, учить Тору прямо самоотверженно. И третье, не полагайся на свою сообразительность и логику, с Торой вместе она будет расти, но полагаться ты должен все равно только на Бога. И продолжать быть скромным и советоваться с мудрецами, не доверяя своему мнению, я знаю, я знаю. То есть лучше спроси у мудрецов. Все, шаббат, шалом всем, хорошего вечера. И, значит, еще очень важная вещь, очень важная вещь. У нас уже есть 17 тысяч подписчиков на странице ВАИКРа в Фейсбуке. Мы сейчас, вот как раз я прилетел из Израиля, разговаривали с Яковом Шатагиным. Мы решили сделать прям реально такой рывок. Мы хотим создать самую большую образовательную организацию, которая просвещает, именно рассказывает о Боге. И, пожалуйста, если вы можете, подключите своих друзей, знакомых к странице, делитесь уроками, делитесь статьями, заходите на сайт, читайте. То есть давайте сделаем такое перед Рошашана. Перед Рошашана, вот сейчас месяц Илуль. Значит, самый лучший, мощный шаг к Богу, это когда мы распространяем знания о Боге. Поэтому изучаем Тору, обучаем Торе и делимся страницей ВАИКРа. Все, всем шаббат, шалом, удачи и успехов. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok